Всем привет дорогие друзья! С вами снова Гидеон и я приветствую вас в прохождении Южный парк The Fractured Butthole. Новая часть Южного парка, вторая часть из двух существующих, теперь уже двух существующих. Предыдущая была палка истины, если вы не играли, обязательно поиграйте или посмотрите мой летсплей. Он есть у меня на канале, полное его прохождение. Прекрасная была игра, я надеюсь это будет точно такой же. Спасибо Юбисофту, что дали мне ранний доступ, я могу поиграть заранее, записать для вас этот геймплей и мы сможем пройти эту игру как можно быстрее. Я надеюсь она будет просто офигенной, ну в общем точно такой же, какой была у нас первая часть. Кстати говоря, даже в названии этой игры кроется троллинг от разработчиков. В общем название, вы видите вот как оно пишется, оно у нас есть на экране, но звучит оно так, как будто бы ты говоришь не The Fractured Butthole, что значит расколотый, но целый. Но звучит оно так, как будто ты говоришь разорванное очко. Так что здесь везде будет троллинг, здесь везде будет юмор, здесь везде будут приколы, самые жесткие, самые острые. Поэтому я даже немного побаиваюсь ее проходить на стримах, мало ли что вдруг появится от разрабов, можно ожидать чего угодно. Ну что дорогие друзья, давайте начинать. Я сделал опрос и все-таки решил, что буду зачитывать, ну озвучивать, так сказать, по мере моей возможности субтитры. Потому что более 70% проголосовавших в группе ВКонтакте, ссылочка есть кстати в описании под видео, проголосовали именно за этот вариант. Ну что, теперь остается только начать игру, и я конечно же вас перед началом прошу поставить жирный лайк под этим видео, чтобы мы как можно быстрее прошли эту игру, чтобы я видел, что она вам действительно интересна. Поехали. Итак, новая игра. Сейчас мы будем по-любому создавать нового персонажа, как же иначе. И даже в создании персонажа у нас будет юморок, приколы и все прочее. У нас стандартный дисклеймер. Все персонажи полностью вымышлены. Ubisoft представляет. Производство Ubisoft Сан-Франциско. В сотрудничестве с Ubisoft Осака и Massive Entertainment. Скрэмблс пропал. Что стало с этим городом? Раньше здесь царил закон и порядок, но это было раньше. Уровень преступности зашкаливает, коты пропадают, овинят во всем жителе города. Ааа, кто наложил кучу у меня на крыльце? Что здесь происходит? Мы должны были защищать тех, кто не мог защитить себя сам. Отвалят мои машины, хулиганю мелкая. Супергероев раздирают политические противоречия. Война разделила нас на два лагеря. Война и городу не поможешь в путешествии во времени. Вот что может его спасти. В мифах говорится о временах глубокой древности. Когда новый король объединил королевство, которое некогда разделили с помощью магической палки. Привет, малыш. Заткнись, мам. Времени ждет. Я должен вернуться в прошлое, изменить настоящее, если получится, и найти этого кота. Если я это сделаю, то, возможно, смогу изменить то, что произошло с нами. Южный парк. Расколоты, но целые. Итак, дорогие друзья, нужно выбрать прически разные у нас тут есть. Я так думаю, что вообще прическа на самом деле характеризует полперсонажа. Ну, кстати, де-факт, я пока не знаю. Так, сам будет веселый, когда мы будем цвет кожи выбирать. Так, 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 так. У нас здесь есть много чего. О, прикольный, прикольный причесон. Мне нравится. Так, изменить цвет можно. Ууу, у нас здесь прям много всяких вариков цвета. Пускай будет так. Так, макияж. Ага, всякие весну. Ой, господи. Так, обойдемся без макияжа. Волосы на лице. О, шикарно. Бородки разные у нас тут есть. Да, это потешно. Вот такая небритость, небритость. Мне нравится. Он будет забавный. Так. Очки, одежда. Очки выберем. Если тут есть какие-то более-менее... Ну, нет, это что-то какая-то ерунда. Так, что у нас по одежде? Можно менять только цвет. Нашего супергеройского плаща. Такс. Ну и... Какой бы мне цвет выбрать? Я даже не знаю. Может, под цвет... Под цвет наших перчаток можно выбрать. Так. А, здесь еще цвет футболки можно выбрать. Ого. Классно, классно. Так. Ну, что-то вот желтый мне совсем не нравится. Светлый тоже не кайф. Надо что-то такое потемнее выбрать. О, господи. Я же не знаю, что я создаю на самом деле. Это слишком ярко будет. Это тоже... Вот. Вполне нормально. Так. А как вот мне подтвердить-то? Подтвердили. Ага. Все, отлично. Так. И теперь цвет плащика. Все-таки закрепить нужно. Ну, пусть он будет. Пусть он будет. Пусть он будет. Кстати, круто, что можно поворачивать. Да, мне нравится. Нет, все-таки зеленый поменяю. На что-нибудь другое. Что-нибудь более-менее подходящее. О. Класс прям. Вообще. Мега супергерой. Пойдет. Мне нравится. Так, руки. Что... А, ну да, перчатки. Цвет перчаточек. Цвет крови. Ой, блин. Так, ну ладно. Что-нибудь, что-нибудь посерьезнее. Ну. Ставить как было или сделать что-нибудь. Может, ну, подкоричневый может взять. Нет. Не особо подходит. Что-то в более-менее темных таких оттенках. Вот. Вот так. Вот так пойдет. Погнали дальше. Выберем сложность. В общем... Если кто-то не знает, но об этом уже было сказано ранее и потроллино не раз. В общем, сложность в игре зависит от цвета кожи. Не волнуйся на бойцовские качества. Что-что-что-что-что-что-что-что... Что он сказал? Короче, это не влияет на бойцовские качества. В общем, чем темнее у тебя цвет кожи, тем сложнее для тебя игра. Такой мексиканец Средняя сложность Совсем белый Блин, что он еще раз сказал? Я пропустил, блин Ну, пускай будет такой, да Просто очень сложно Ладно, поехали Ну и все Время создать персонажа Древний Зарон 627 год Мавры атакуют! Мавры повсюду! Не дай им прорваться на нашу базу! Слишком поздно Они захватили крепость Купа! Ребята, они захватили базу Вы должны их остановить! Смерть Маврам! Нам не пробить их доспехи Они в велосипедных шлемах! Где король? Что? Стоп, стоп, стоп Я король? Я король и сижу на унитазе и гажу Твой унитаз Удерживаю, поворачиваю, чтобы начать Фу, найти слабое место Затем использую, чтобы на... Стоп, стоп, подождите Сконцентрируйся Король срет, подождите-ка Так, вот оно Теперь что? Так Что это было? Подождите! Отщипни ее! Господи боже! Для извлечения своего творения Следую указанию на экране Отщипнуть Господи боже! Господи боже! Сральмейстер! Ха-ха-ха-ха! Ой, ёпарас это! Блин, отличное начало! Просто отличное! Пищевые добавки, шампунь от зуда в задницу! Ха-ха-ха! Надо радоваться, что в этом городе у нашего ребенка так быстро появились друзья! Мы перебрались сюда, чтобы нас никто не нашел! Больше друзей и больше проблем! У тебя паранойя! Выкини с головы эту чушь! Она меняет твое сознание! Да отвали ты! Только так я могу отдохнуть от твоего маразма! А, привет, нахоленок! Не знал, что ты здесь! А, друзья, ждут тебя внизу, крошка! Иди погуляй! Да, проблемы у нас, проблемы! Что здесь? Канцелярский нож, пальчиковая батарейка! Моя комната! Шикарно! Все то же самое, все как и было раньше! Так, рыбка, белишка... Шкафчики! Что у нас в шкафчике? Раньше там были гномы! Меч из пены для ролевых игр живого действия! Приставка! Gamesfair! Что-то она обновляется, зараза! Ладно! Колода игральных карт! Ум, комп! Ящик с игрушками! Инопланетный зонт МК-2! Ожерель из ушей эльфов! Мантия Верховного Колдуна! Мантия Короля! Платье Принцессы Кенни! Взять все и продолжить! Так... Скрытый клинок! Костюм киллера! Перчатки киллера! А, у меня есть ассасинский прикид! Е! Создание! Установлено! Без понятия, что это сейчас было! Совершенно! Так, а... Это не то! У-у-у! Фига себе! Блин, клево! Они смартфон сделали! Так, кладовка! Что у нас в кладовке? Базовые компоненты! Скотч! Подождите! То есть теперь здесь еще и крафт есть! Предметы для заданий! Расходные материалы! Так, а что в создании? Приложение создания позволяет смастерить кучу полезных вещей при помощи рецептов, которые ты находишь по мере игры! Так... Скрытый клинок на восьмом... На восьмом, на семнадцатом... Артефакты всякие разные... Требуется больший уровень мастерства... Так, я не могу переключиться на костюм или расходные материалы... Только назад... Ладно, давайте выйдем... Ой, господи! Просто нажал на треугольник... Я, в общем... Я ни при чем, я не виноват... Ой... Это что сейчас было? О, понятно... Мать плачет... Твои друзья ждут тебя у входа золотой! Иди на улицу погуляй! Макароны, тортилья... Бутылка спортивного питания... Пакет чипсов... Так, что-то все плохо, ну ладно... А если я к отцу завалюсь или к ней в комнату? Ну-ка, пошли посмотрим... А-а-а... Не понял... Это... Чё за... Ха-ха-ха... Что за нафиг? Подождите... Он жрет... Что он жрет? К... Кекс какой-то? Почему он делает это так украдкой? Что же это за кекс-то за такой, а? Летей в аккумулятор... Мой повелитель! Эти грязные мабры пытаются захватить крепость Купа! Иди и сражайся, верный слуг, а вся надежда на тебя! Окей... Давай же, чувак, мой повелитель! О боже ты мой, какая бойня! Думаешь, пришел в город и сразу стал королем? Думаю, ты просто мелкий слезняк! Дай этому мабру по морде, мой король! На! Преимущество в бою! Давай, король, давай! Припадаем, урок, мой повелитель! Так, выбрать способность... Подождите, я могу... Я могу перемещаться по клеткам! Это неожиданно! Так, хорошо, R1 завершить ход! Квадрат, выбрать способность! Использовать способность, она работает по линии! Так, хорошо! Ого, удар с отбрасыванием! Способность с отбрасыванием наносит дополнительный урон за счет столкновения врага с другими противниками, союзниками или предметами! Я не боюсь ни вас, ни в стратегических сериях ударов короля! О, блин! Блин, блин! Наш король непобедим! Удар их побольнее в этот раз, король! С удовольствием! Так, ну и все, ему уж конец! Есть! Нам его не остановить! Зовите стражу темного двора! Ты видел это, король? Его способности уникальны! Всех нас тебе не победить! Не слушай, король! Поприкайте их лапы! Напав на врага первым, ты получаешь преимущество в бою! Право первого хода! Угу! Чтобы увидеть весь порядок ходов в бою, посмотри на шкалу времени в правом нижнем углу экрана! В правом нижнем! Это здесь, там, где я у вас! Понятно, кто за кем ходит! Разные способности влияют на разные части боевой сетки! Расстояние действия способности можно увидеть на диаграмме под ее знаком! Ага, вижу! Так! То есть я выбираю этот! И оно работает именно вот так! Так, так! Или вот так! Угу! Так, хорошо! Давай! О, боже! Жесть! Король слишком силен! Бабах! Бабах! Так, окей! Ага, снова я атакую! Ну и получается, я могу еще раз выбрать? Нет, мне придется... Мне придется... А, она... Она откатывается, эта способность! Видите? 1х написано! Значит, эээ... Ну что, я могу только одного ударить из них? Кстати... Ага, у кого меньше КП-то? Меньше КП-то фиолетового! Что стоит добить? Ладно, давай! Так! Готов! Конечно, двигаться я не могу, когда идет его ход! Только когда свой ход! Так, окей! И еще раз можно применить эту массовую способность! Так, как она работает? Вот! Давай! Хаааа! Топор! Черт, опять топор! Черт! Так, а... Надо добить того, что в белом шлеме! Так! Так тебе! Вот! Отлично! Остался один! Угу! Ну и все, остается добить этого! Да! Готово! Погнали! Надо пробраться в дом Картмана! Отойдите или умрите! Мы войдем в ту дверь! Нельзя! Да неужели? Да потому что весь проход залит лавой! Не может быть! Все в лаве? Отсюда! До сюда! Все в лаве! Вам не пройти! Черт! Давайте, надо попасть внутрь! Но мы не можем! Они говорят, что проход залит лавой! Так нечестно! Как нам поступить, мой король? Вы умрете! Вот что! Выпустить дракона! Дракон? Нам кранты! Ого! Враги могут нападать на тебя, когда ты исследуешь мир! Если враг подкоровил тебя и напал первым, он автоматически получает первый уход в бою! Ау! Так, хорошо! Ну тут... Тут не только он один! Слушайте, там еще один есть навык, который пока закрыт! Ладно, давайте выберем вот этот! На какой клетке стоит дракон? Так, это удар кулаком! А, я не понимаю, как меня атаковать дракона-то? Уходишь такой вот злой-злой-злой! Смотрите, смотрите, злой такой! Подхожу-подхожу, такой... О, черт, что же делать? Вот что делать! В морду получать! Да! О! Круто! Это отбрасывание на дракона сработало! Блин, там еще один! Черт, я его не заметил, он на другой клетке был! Сразу такая... Огненное дыхание! Нет! Полосатыми квадратами на земле обозначены места, куда будет направлена грядущая вражеская атака. Чтобы не пострадать, уйди в безопасное место. А, во как! Когда будешь готов завершить ход, нажми и удерживай Р1. Блин, а я могу, например... Подождите... Нет... Нет, 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 я не могу. Здесь надо просто завершать ход. Вот гад, блин! Но он отойдет назад, его должно ранить же драконе пламя, нет? Огненное дыхание! Да! Класс! Так, а теперь я подойду. Теперь я подойду к этому дракону. Машина, машина. Уходим. Свалите с дороги, школьники хреновы! Чисто! Подождали, пока машина проедет. Дальше, дальше играем. Все серьезно, битва. Битва пошла. Так, удар небесного господства. Враги хорошенько получают по шее. Давай! Ого! Мамочки! Убийца дракона! Король чмо. О боже, он одолел дракона! И может быть, этот пацан просто великолепен. Так, и что теперь? Возможно, право раз сюда удастся через гараж, мой повелитель. То есть там есть проход. Король найдет его. Только король может найти секретный проход через гараж. Зажми, чтобы перемещать предметы. Так, и что теперь? Ага, все, я понял. Господи, я не могу. Король чмо, такой искусственный воин. Видели, как он передвинул лестницу, заодно взобрался по ней наверх? Такого могущественного короля не сыскать не в одном королевстве. И хренаж себе, дом просто великолепен. Есть! Глаголь, Бард, что случилось с полкой истины? Волшебник выбросил ее в океан. Враги, сейчас вы узрите ярость Мавра! Освободите его, язычники! Отпустите Барда, или будете иметь дело с королем! Король! Говорят, он может сразить дракона, наповал одним ударом. Да, это правда, если вы не... Погодите, погодите. Где волшебник? Я думал, он с вами. Нет, мы получили сигнал бедствия, поспешили к нему на помощь. Волшебник пропал. Меня зовут Енот. Я из будущего. Чувак, мы же сказали, что больше в этом не играем. Да, мы разделились, какой смысл? Вот какой смысл. В моем времени разгул преступности, и пропадают коты, я понимал, что мне нужно было собрать команду. Нельзя просто взять и поменять игру, где полк истины? Зафкнись, Кевин. Думаешь, это из-за какой-то тупой вооружаемой полк истины? Кот попал в беду. Преступный синдикат? В будущем? Не слишком ли тяжелая ноша? А что ты предлагаешь, Клайд? Хочешь, чтобы долбанные борцы за свободу нашли пропавшего карата и забрали 100 баксов награды? Пусть борцы за свободу идут нахрен. То-то и оно. Пупсики, что-то громко звонит в твоей комнате для игр в подвале. Тревога, вперед! Друзья енота, хватайте свои вещи и бегом в логово енота в будущее! Енот и его друзья, готовьтесь к бою! Простите, ребята, но вам нельзя играть с нами, мы играем в супергероев. Какого черта? Какого черта сейчас было? Так, давайте наверх залезем. Че-то как-то грустно. Не находите? Прям печально. Я хочу с вами! О, привет! О, привет! Ребята в комнатке для игр в подвале. Так, сейчас мы натырим всяких ништяков. Кексики енота! Расходный материал. Зря... Фу, Эрик столько времени проводит за игрой в супергероев. Я беспокоюсь о нем. Уу, да тут кот на двери, нифига себе. Пошли наверх, посмотрим, что там у картона. Так-так. Кнопка, я задаю вопросы. Коробка бисквитов. Ого! Кто такой енот футболки там? Че тут только нет? Вон, картман. Президент класса. Куриные крылышки. Просто рай какой-то. Подождите. А, это его машина времени. Жми, чтобы разбить треснувший предмет. Какой треснувший? А, лампа? Прочитай дневник картмана. Да ладно. Фига себе. О, господи, что? Что он здесь имеет? Имеет этого? Баддерса? Какого черта, картман? Нихрена не пойму, че там написано. А, че-то подарки на Рождество, что ли? 2017? GS4? Дрон? Парящая доска? Типа, каверборд. Лис засранцев. Кайл, мама, Клайд. Дэвид. PC Principle. Ну, где-то. Директор нынешний. Ой, господи, что происходит? Что за рисунки? Упоротый, боже мой, картман, что с тобой? Картман гей? Просто я не очень понимаю. Не открывать, только для енота. Пошла ты, мама. А, это ключ. Оу. Вот оно что. Пароль от логова енота. Ключевой предмет. Господи, боже ты мой. Да, у Карпуна все плохо с психикой. Все намного хуже, чем я думал на самом деле. И что, толку, что я включаю? Ладно, не знаю. Особой пользы от этого я не вижу. Приласкать. О, кися. А если я буду долго так делать? Может, что-то будет? Давай, киса. Давай. Нет, не хочет она. Ладно, пофиг. Сейчас зайдем к мамаши Картмана. О, господи, везде Картман. На фотках. Руководство по прокладке труп. Хорошо, что не по очистке. Так, ладно, я понял. Жесть. Бутылка очислителя для выведения пятен крови. Слабительная. А, ну да, он же любит жрать чипотли. Туалетные страховочные ремни. Слушайте, может, ему насрать в этот туалет. Так. Концентрируйся. Так. Так. А, подождите. Неплохо. Отлично. Что? Московский шашлык? Что это значит? Еще прибавить газов. Отличные приемы. Господи, что я делаю? Так. Давай, 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 давай. Что это за хрень? Что я делаю? И что? Все кончилось, что ли? Что за дичь? Ладно, подождите. Сейчас. Мы все исправим. Мы все исправим. Мы все исправим. Так, поехали. Святая Мария. Есть. Отлично. Еще прибавим. Давай, давай, давай. Неплохо. Неплохо. О. Получилось! Лунная рыбка. Биологически опасное вещество. Вот что я получил. Это дикая упортость, конечно, просто. Да, офицер, похоже, что ты подложил мне подверглаву. Она не горячая. Нет, она не горячая, но мой сын сказал мне, что если я переступлю ее, то сгорит от ла... А, да? Да, он говорил, что если я туда не наступлю, то моя мама умрет. Это не так? Ты, походу, трубку положил. Типа, больная, что ли? А, да. Ладно, я понял. Тут вон как получается. По словам, типа. Так. Как лучше-то написать-то? Ну, с другой стороны. А, там внизу же написано, господи. А, нет, ты, ты, ты. Там не то. Типа, ты, мама. О, типа, ты, мама. Ть, хе-хе. Возможно, нам стоит сходить в изюминки и расспросить. Этого мало, москит. Нам нельзя медлить. Но то борцы за свободу сделают это за нас. Сто долларов. Знаете, что это значит для нашей супергеройской франшизы? Тот кот выглядит дряхлым. Может, он уже подолг где-нибудь в канаве. Человек-воздушный змей. Смею напомнить, Что сейчас у борца за свободу уже 100 подписчиков в инстаграме. А у нас 6. Нас 5-е рыбили терны в тот режим. Нам нужно больше подписчиков. Только так мы сможем покончить с этими ублюдками. Ну, где нам искать этого кота? Он может быть где угодно. Нам надо разделиться. Москит, поднимайся в воздух и облети все городские парки. Понял, москит улетает. Человек-воздушный змей, посмотри на деревьях. Кот может сидеть наверху. Супер Крейг, обычай канализацию. Супер Крейг. Вот здесь нам и приходит. Пригоди твоя суперскорость, Скороход. Отправляйся в мэрию и скажи мэру, что мы с ним сделаем. Не волнуйся, енот. Скороход быстро все сделает. Извините. А, суперскорость. Да, зашибись. О, сколько тут всего, епреста. Так, опасность, не трогать. Я не помню уже из какой-то серии про, ну, кубик Рубика. Ого, план франшизы. Фаза 1, фаза 2, фаза 3. Боже ты мой, там какой-то фильм, что-то. Это, видимо, фильмы про енота, про Человека-летучего змея. Там прям, там прям солидный бизнес-план, ребята. Костюмы. Я смотрю, ты уже видел мои запасные костюмы для специальных заданий. Вот непроницаемый костюм я использовал, когда профессор Хас попытался... Бронированный я придумал защиту от глазных лазеров Человека-воздушного змея. Вдруг он станет моим врагом. Очень быстро говорят. Прошу простить, я... Не все успею. Супер Крэг! Супер Крэг! Супер Крэг, это енот, прием! Супер Крэг, где ты, мать твою? Повторяю, Супер Крэг, мать твою, где ты? А, отлично. Теперь вышла из строя система безопасности. Чувак, какого хрена? Обычно людям вход в логовый енота закрыт. Сейчас мы играем в супергероев, а ты не супергероев, так что вали нахрен, ладно? А, ладно. Ты можешь смотреть, как мы будем супергероями. Только не мешай. Сделай что-нибудь полезное, принеси мне диаскоп. Он вон там. Чего принести диаскоп, че за хрень? Для входа в режим осмотра и поиска интересных предметов удерживаю L2. Ого. Фига себе. Неожиданно. Использую L, чтобы найти интересующие тебя предметы. Ты что, реально не можешь найти диаскоп? Но супергерой делает это с помощью режима осмотра. Это вот это, что ли? Угу. Диаскоп. Отлично. Тебя только за смертью посылать. Диаскоп сигнализирует о готовности к работе. Ты правда хочешь быть супергероем? Играть с большими парнями? Ну, возможно. Возможно, тебе может быть какая-то польза. Садись за стол, чмо. Посмотрим-ка, результат исследований москиты. Господи, Иисус, это вообще человеческий язык? Не сюда. Это место москита. И не здесь, тупица. Значит так, чтобы играть супергероев, тебе нужно придумать себе супергероевский альтер-эго. После этого надо будет заполнить анкету персонажа в Интерграме. У тебя есть страница в Интерграме? А, нифига себе, у тебя даже в Интерграме нет, да? Ладно, я могу создать тебе страницу. Охренеть можно. Так, сейчас погоди. Первое, что нужно вписать в анкету, это класс. Ты хоть знаешь, какому классу супергероев ты принадлежишь? Так, ты еще новичок, на выбор тебе пока дается всего три класса. Так, 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 так. Ну, что у нас здесь есть? Есть бластер. Чего-то здесь, типа, женский персонаж. Хватит просто смотреть, как мир пылает в огне. Стань бластером и подожги его сам. Бластеры способны смертельно травмировать с любого расстояния. Варва. Боец ближнего боя, который с помощью одних лишь кулаков может отправить врагов на околоземную орбиту. Да-да, какой удивительный должен быть момент. Спидстер. Акедром. Акедром? Почему? Почему он же Спидстер называется? Кардман сейчас сам сказал Спидстер. Ладно. Законы физики для Акедрома просто фикция. Во имя справедливости этот герой готов на все, даже на искривление пространственно-временного континуума. М-м-м. 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 Это типа дальние выстрелы у бластера. Здесь ближний бой. Замесы всякие. Здесь, видимо, скорость. Смотрите, тоже сила что-то. А вот можно будет как-то поближе, что ли, посмотреть? Да, вот точно. Скоро хоть немного разозлиться, но ничего. Так. И что за способности? Смотрите, способность поближней клетки ударить, поближней по окружающим. Потом я вообще не знаю, что это такое. Я пытаюсь посмотреть. О, у меня такой костюм будет. Это не очень. Ладно, давайте посмотрим варвара. Я не знаю, если я фрутирую его, как вещь, или реально пить от Батмана. М-м-м. Я такой весь в камнях буду. Ладно, как бластер будет выглядеть? Бластер с огнями силами, как пистолетом. Может, атаковать издалека, как намерется Клоп? О-о-о. Да неплохо выглядит вообще, на самом деле. Мне нравится. Огонь там всякий, лучи. Прочее. Круто-круто. Мне нравится, как выглядит просто, на самом деле. М-м-м. Здесь вот ближние удары, ближний немного назад, вокруг себя. Мне костюм вообще не нравится, как он упоротый. Ну ладно. Давайте глянем, какие удары у бластера. Он всех перед собой атакует. Атакует на последней, по-моему, клетке. В линии тоже перед собой, вперед, блин. Короче, он много массовых ударов наносит. Ладно, давайте выберу этот класс, несмотря на то, что здесь что-то женская карточка. Я не понимаю. Ну ладно. Для разнообразия, наверное. Для толерантности. Выберем этот класс. Ладно, чмо, а теперь надо узнать, что движет тобой. Какое-нибудь ужасающее событие, произошедшее с тобой в прошлом. Понимаешь, чмо, у всех супергероев есть своя уникальная история становления. Именно она придает смыслу к суперспособностям. Давай вернемся в твое детство. То и ночью тебе не спалось. И как бывало не раз, ведь тебе было ясно, что ты отличаешься от других детей. И вот ты подходишь к зеркалу. Смотришь в зеркало, ощущая свое одиночество. И тут происходит то самое событие. Громкий шум. Ты можешь поклясться, что от тебя донесся крик твоей мамы. Ты выбегаешь из комнаты. Замечаешь двух незнакомцев возле двери комнаты твоих родителей. Тебе нужно обязательно защитить маму и папу. Тебе известно о своей особой силе. Именно тогда тебе впервые пришлось перебегнуть к своим способностям. Недаром за тобой закрепилась. Долго думая, ты опалил пламенем своих врагов. Так, хорошо. У меня есть скилл. Ты поджарил злодея. Ну, поджарил злодея. А, он отсюда атакует. Ух ты, елки-палки. Неожиданно. Когда пламя угасло сзади, поняли, на кого они нарвались. А, дерьма, ты мелкий факер настроен, серьезно. Ты мамочка не говорил тебе не играть с огнем? Злодеи, пошли в атаку. Ты не оставил нам выбора, пацан. У него яйца сгорели. Ого. Враги начали окружать тебя, и ты решил отбросить их назад. Так. Отлично. Но бандиты не собирались быть терпилами. Эй, думаешь, ты можешь прессовать всех подряд? Та-ха-ха, это все еще горит. Ой, силуха. Они сами того не понимая выстраивались в очередь. Далеко шмаляет. Лучше постою в сторонке. Вот дружок упал, а еще один самый уродливый злодей стал наступать на тебя. Мощнейшая способность готова. Где же твой запал, мелкий факир? Да, вот так, покажи ему. Ты был одной ногой в могиле. Но удар его подлил масло в огонь. Ответный взрыв, убийственный пердеж вызывает тошноту и ожоги. Боже мой. И тебе удалось разделаться с ними. Все бы ничего, но затем ты входишь в комнату родителей. Уже в комнате твоим глазам предстало зрелище, полностью изменившее твою жизнь и направившее тебя на путь борьбы со злом. Было уже слишком поздно, потому что в комнате твой папа. Какая тернистая история становления. Ты борешься со злом, потому что никак не можешь забыть ту ночь, когда твое опоздание привело к тому, что твой собственный отец, человек, которому ты веришь, имел твою маму. От такого времени лечит, да? Ладно, теперь ты супергерой. У меня для тебя задание. Иди в город, найди как можно больше подписчиков в Янтаграме. Как только сможешь спасти... Только так ты сможешь спасти нашу франшизу. Да, это юморок, прям... Прям серьезный юморок. И я-то думал, там, типа, мертвы или что-то такое. Какого хрена вообще, собственно? Собственно, почему? Что случилось? Черт возьми, анкета персонажа. Почему она в виде сперматозоида? Здравствуй, новое дитя, я Иисус. Так у тебя появился абонемент. Это разумно. Я ставлю... Чего... Чего став... Блин, что так быстро-то ушло? Ладно. Продавец. Это, типа, степ на Paypal. Payf... Payfent? Payfent, ладно. Купить, продать, купить. Каменный костюм, костюм. А, я могу потом, ну, да, любые шмотки взять. У меня 41 цент. Можно продать. Скрытые клинки. Кстати, прикольно, по 2 бакса. Не, ну, я не собираюсь их продавать. Они мне еще пригодятся, естественно. До свидания. Так, а еще что здесь есть? Посмотреть. План франшизы. Профессор Хаос. Кунленд. Он типа хочет фильм снять на эти 100 баксов, что ли? Про супергероев. Так. Помп. Костюмы. Че это такое? Это енота-цикл. А это енота-цикл. Сейчас я работаю над созданием енотолодки, над самолета и моторного енота-скутера. Ого. Как все серьезно-то. Стоп. Нельзя же трогать? Пуфинь, стоп! Перестань! Стоп, а тут есть выключатель. Погодите, что это значит? Это, наверное, просто рубильник, типа. Свет включать-выключать. Ладно, пошли. А, можно, кстати, поменять класс. И поговори с енотом. Так, ладно, пацаны, если где вы видите коробкуна, дайте мне знать. Найти его вообще капец, какая важная задача. Помощник госпожи мэр говорит, что сейчас ей не до кошек. Прости, енот. Черт, как они могут! Делай селфи с разными людьми и набирай подписчиков. Она лаву убирает. Держи L2, чтобы найти людей, с которыми можно сделать селфи. О, время останавливается, нет? Или это просто подсказка? Ты можешь делать селфи с теми, у кого над головой есть значок автапарата. Чтобы предложить кому-то сделать селфи, подойди к нему, нажми R1. О, селфи! Слышал я о таком! Так, сделать фото. А, подождите, я могу. О, прикольно. Прикольненько. Так, а что здесь еще, смотрите? Масштаб есть. Разве это не весело? О, настроение. Как тут че? Я нажимаю, но че-то не особо че-то меняется. А, мое меняется настроение. Че-то это не весело. Ща, ща, ща. Давай, сделай какое-нибудь... Во, шикарно. А, нет, она все рандомное делает лицо. Жми, чтобы открыть телефон. Увидимся в интернете. Так, для просмотра опубликованных селфи открой Инстаграм. Фу, Интаграм. Кунстаграм. Мисс Фернекл стала твоей подписчицей. На тебя подписываются только те, кто делает с тобой селфи. О, господи, какой ужас. Ладно, жми треугольник, чтобы посмотреть список подписчиков. Миссис Фернекл. В Интаграме ты автоматически подписываешься на всех твоих подписчиков. Собирай больше подписчиков, чтобы увеличить уровень героя в анкете персонажа. Господи. А когда будет Южный парк, где надо становиться ютубером? Ха-ха-ха. Так. Я буду делать селфи только со знаменитостями. А, типа, недостаточно крут. Погодите. О, господи. Так, можно селфи с вами? Нет? О, новичок, привет. Надеюсь, тебя лучше получается не вязываться, не прянуться, чем у малыша Баттерса. Спокойно шарить по домам. Вязальные крючки. Правила дорожного движения. Ча, обшарим весь дом. О, антидот. Антидот хорошая вещь, ребятки. В бою пригодится. Тортилья. Коробка кукурузной каши. Карта памяти для беспилотника. Молитвенник для искоренения гоносексуальности. Ха-ха. А че, это мне в туалет нельзя? Какого хрена? Так. Опа! Нифига, тут сейф. Неожиданно. И блеск монограммой. Кодекс поведения. А че это там? А, наверное, надо выстрелить в картину. Так у меня лука нет. Так, медицинские свечи. Борода, мешочек. О, господи. Яйца на подбородке. Вот трэш. Так. Удерживай. Удерживай. Погнали. Отлично. Неплохо. Отличные приемы. Ее. Че, получил? Голова черепахи. Биологически опасное вещество. Уровень героя. О, круто. Прям лувачок поднимается потихонечку. Ха, там мультик идет про этого. Про принца-лягушку. Че-то там про воробья. А, в общем, короче, про задницу мистера Гаррисона. О, король вернулся. Силфач? Силфач! Че, вниз никак, что ли? Ну ладно. Ха-ха, это странное фото. Ну ладно. Фильтр еще можно наложить. Ой, ой, господи. Ну, конечно, как же без фильтра-то, а, ребят? Я даже не хочу играть в супергероев. Че, тебе не нравится играть в супергероев? Опа! Куча чинпокамонов! Я не буду их собирать в этой части. Ну ладно. Не буду так, не буду. А там наверх никак нельзя, да? Это нормальное вообще селфи? Че он делает, я не пойму. А он повернется? Ладно, не знаю. Тлен. Давай. Да я занят. Че жми? Разбить треснувший предмет. А о чем речь идет? Че там треснуло? Эй, ты его открыл? Ну ты красава, маленький супергерой. О, круто. Селфи? Конечно, пидж, давайте сделаем. Подождите, а вот и... Ааа, то есть если он не говорит, как бы... Ну, странно. Окей, кот, я получу... Ха-ха, новый подписчик. Ааа, вот как это работает. То есть то, что я просто фоткаюсь, это ничего как бы не значит. О, давай селфить. Вот, блин. А че я просто так фоткался? Можно просто так, что ли, сфоткаться? Походу, да. Окей, ты лучше меня опять. Окей, я думаю, ты достаточно популярный, чтобы селфить. Отлично. Достаточно популярен, понимаете? Понимаете, может быть, непопулярным для селфа. Неплохо, попердень. Твоя армия подписчиков растет. Не сбавляй обороты. Надо связаться с некоторыми друзьями еноты, узнать, что случилось. Отлично. Сам ты попердень. Так, а че я стою? Жми, чтобы открыть телефон. Так, найди карту, а затем... Чтобы открыть ее. Отлично, открыли. Поговори с Супер Крэгом у него дома. Жмел один, чтобы видеть доступные задания. Встретиться с Кайлом у него дома. Знаете, почему Кайл это змей? Потому что Кайл и Кайт очень похожие слова. А Кайт это воздушный змей. Так, жми квадрат, чтобы найти выбранное задание. Это здесь. Это здесь. Давайте Кайл сходим. Выбрав, нажмите, чтобы отметить его на карте. При достижении целей по отмеченным заданиям будут появляться уведомления. Окей, не вопрос. Эти задания... Ага, все, выходим, все готово. Вот он наш город старый добрый. Здесь у нас есть, как всегда, склад. Ерма. Мы вообще отправимся в этот, как его? Блин, Канаду. Это в Канаду аж отправлялись. Было весело. Гора там. Ого, это че за... А, это психушка известная. Блин, точно, точно. Клево. Очень-очень клево. Так, есть еще анкета персонажа. Что это значит? Что-то я не могу открыть анкету персонажа. Костюмы я тоже не могу открыть. Ладно, что-то меня очень сильно... Зажми. Открыть мини-карту. А, вот как. Как удобно-то. Раз, так, раз. А если просто? А, вот оно что. Все, все, я понял. Довольно удобно. Пошли в дом наведаемся. Посмотрим, что там есть. А, стоп. Я же... Я уже был, да? Я уже все облутал. Понятно. О, привет. Селфи? 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 Селфи не хотите? Селфачочек? Это на памяти? О, господи. Какой-то персонаж вообще странный. Меня просто проходит. Так. Ой. Так, кнопка. А, это, это. Я просто ищу как-то более быстрое передвижение. Не, ну хотя, в принципе, он и так довольно быстро двигается. Закрыто. Так, а здесь что? А, ну да. Это же дом Баттерс. Так, ну что? Нам нужно направляться дальше. Ммм, у нас будет задание. Мальчик, наверное, проблемы дома. Все нормально у меня дома. Все, просто зашибись. Хотя, вообще-то нет. Здесь у всех проблемы. Дорогие друзья, встретимся мы с вами уже в следующей части. А на этом у меня все. С вами был Гедеон. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok